Приветствую вас, уважаемые анонимы. Смотрите, несколько я мог бы выделить ключевых моментов в вашей проблематике. Несколько ключевых. Первое, это так называемое недолюбленность, то, что вы называете недолюбленностью. Ну, самое, что вы называете недолюбленностью, то, что вы считаете недолюбленностью. Вот. Обида. То есть, возможная обида. На, собственно, кого-то из людей. Вот. Ну, в первую очередь, понятно, что речь идет про ваших родителей. Обидаетесь вы на своих родителей, в первую очередь. Вот. А вы считаете себя, ну, называете, вы называете себя недолюбленным человеком. Не получили того, что должны были, говорите вы, от своих мамы и папы. Вот. И, соответственно, раз вы не получили того, что должны были, по вашему мнению. Ну, значит, автоматически, с вами что-то не так. Если не получили то, что должны были, то автоматически значит, что с вами что-то не так, что с вами что-то не в порядке. Вот. Вот. Вы какой-то не такой. Ну, и прочее, прочее, прочее. Прочее. Ну, знаете, осталось только понять, почему вы считаете, что должны были получить от своей маме и от своего папы какое-то количество, определенное количество причем любви. Если я правильно, если я правильно вас понял, то из чего вы решили, что какое-то такое фиксированное количество есть. того, что вы должны получить от того, что вы должны получить от того, что вам должны родители дать. Вот. Мне кажется, что в этом направлении, именно в этом направлении вам нужно в первую очередь двигаться. Это проблема того, что вы ждете от людей, с того, что вы ждете от людей чего-то. с каких-то действий, поступков, что вам это нужно. Вот в этом, собственно, и заключается одна из ваших ключевых проблем. Отсюда и зависть, отсюда и все. Все-все. Да. Безусловно. 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 Родители. Вас. Не принимали. Полностью. Таким. Какой выезд. И не научили. Это делать. Принимать себя. Полностью. Таким. Опять же. Какой выезд. Это правда. Но, благодаря этому, вы привыкли отрицать себе, с одной стороны, какую-то часть себя, с одной стороны. С другой стороны, вы привыкли думать в таком ключе, что вам что-то нужен для того, чтобы быть счастливым. Вам кто-то нужен для того, чтобы быть полноценным. Для этого нужны другие люди. То, какой выезд. Это неправильно, некорректно, это плохо, это опасно, что важнее и проще. Вот. Ну, собственно, так вы и идете. Понятно, что вот здесь присутствует непринятие своих родителей, обиды на них. Невозможность воспринимать их как, ну, как личности, да, как людей. А, вы понимаете бы их скорее как именно только родителей. Вот. Хотя это не совсем адекватная позиция, не совсем верная позиция. Потому что ваши родители не только родители, но они еще и люди. и, соответственно, вы по-прежнему, как это не парадоксально, вы по-прежнему определяетесь родителям своими по-прежнему. То есть не вы сами. Себя определяют. А именно вот родители вас до сих пор определяют. И я думаю, что это тоже большая-большая проблема, что по причине такого отношения родителей к вам вы себе не доверяете. Вот. Дальше. Следующая проблема – это обиды. Вы боитесь обиды. А быть обиженным вы боитесь обиды. С одной стороны, и проявление своих чувств, своей искренности. с другой стороны. Ну, позиция вполне себе естественная, потому что чувства свои вы не принимаете. Вот. И потому все вполне естественно. Естественно, что тяжело вам себя принимать. Тяжело. Можно ли это сделать? Да, можно. Этому нужно научиться, чтобы не бояться обид, чтобы не бояться какого-то негатива возможного. Со стороны людей, которые, в принципе, всегда будут, да. Для чего нужно, опять же, принимать себя таким, ну, какой вы. Что такое обида? Ну, в первую очередь, конечно, обиды – это то, чего вы ждете от людей. И вот что такое обиды – это то, на что вы рассчитываете в контексте, ну, в контексте взаимодействия с ними, с людьми. Вот. И, соответственно, в этом есть достаточно серьезная, на мой взгляд, трудность и обиды – это то, что вы ждете как раз от людей сегодня. Следующая проблема обид заключается в том, что вы, ну, как я уже сказал, не принимаете что-то в себе, да, вот, и, соответственно, не принимая что-то в себе, вы пытаетесь от этого бежать. Вот. Вы, вы. Бежите от этого, ну, а когда общение с другими людьми? Сталкивает вас как раз таки, с теми моментами, от которых вы бежите, вам становится больно, потому что вы переживаете конфликт в этот момент. Ну, понятно, какой конфликт вы переживаете, да, это конфликт внутреннего противоречия относительно своих, ну, представлений о себе. Вот, собственно, с этими вещами нужно работать. Опять же, если у вас элемент зависти, то есть вы завидуете, человек завидует, как правило, тому и когда, значит, должен сравнивать себя с, ну, с другими людьми, вот. Так что, если вы себя сравниваете, вот, сравниваете у себя, потому что, опять же, вас, ну, родители не принимали таким, какой вы есть, вот, то, значит, что зависть это, вот, так скажем, следствие, вот этих вот проблем. Вот так, я надеюсь, вам можно ответить на вопрос, который вы задаете. Вот. По поводу психологов и того, что вам не подходят психологи, что вы убегаете от них, это связано, с одной стороны, со страхом перемен, с другой стороны, это вот, как и сказал мой коллега, связано с вашей вторичной выгодой. Что касается теории, которую вы так хорошо знаете, что теория мало, на что влияет, к сожалению или к счастью. Здесь важна не теория, а именно чувствование, именно проживание, вот, если этого нет, то толку в толку, от этого никакого нет и быть не может, в принципе. Вот. Вот. Такая вот история. Что касается представления о семье любви, то, опять же, важна их природа. Вот. Насколько это соответствует тому, что вы чувствуете? и что здесь для себя, а что для другого человека. Что касается девушек, отношения, ну, отношений с девушками, в частности и с людьми вообще, то, на мой взгляд, ситуация такова, что вы просто пытаетесь добрать, значит, того, что вам не хватает, от людей. Вот. Такая вот история. На этом всё то, что я хотел сказать, я надеюсь, что это было вам полезно, я желаю вам всего самого доброго, удачи! Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Спасибо. Спасибо.